Девушки отдыхают Хочу, возможно, убрать меньше воды и просто перейти к каким-то применениям, как я решал какие-то проблемы. И, возможно, у вас они точно так же помогут эти решения. Автоматизация разработки. Что имеется в виду? Что какие-то процессы максимально автоматизировать для того, чтобы убрать ручную работу. Распределение процессов – это, к примеру, каким образом хотелось бы отдать какие-то части проекта другим людям. И независимо, чтобы параллельно все происходило. И процедурный подход к решению задач. Это имеется в виду, что процедурно создавать какие-то вещи для того, чтобы точно так же не использовать ручную работу. И самое первое, с чего хотелось бы начать, это, когда вы создаете проект, первое, что нужно сделать, это автоматизировать сборку. То есть, вот создали новый проект, еще ни одной строчки кода вы не написали, и вы уже автоматизируете сборку. Для чего? Ну, во-первых, к вам уже сразу никто не ходит сказать «дай билд». Во-вторых, когда вы на протяжении всего времени разрабатываете автоматизированные сервисы, типа как TeamCity, Jenkins, есть Unity Collaborate, они могут быть настроены таким образом, что, когда вы что-то коммитите, они это подхватывают, автоматически собирают, и вы видите результаты. Тем самым, получается, вы будете точно знать, в какой момент у вас, к примеру, перестала собираться сборка. Снизу это просто инструменты, которые вы можете себе настроить под каждую конкретную платформу. Я не знаю, я думаю, программисты все понимают, что это. Вот. Дальше, для того, чтобы, в принципе, понять, какие части проекта можно автоматизировать, распределить и так далее, мы должны детализировать проект. И каким образом? К примеру, у нас есть просто игра Game. Мы ее делим на какие-то большие части условные, там, интерфейс, какая-то боевка, какой-то большой мир. И начинаете детализировать каждую часть все глубже и глубже. Есть в UI, к примеру, какие-то там hard окна, дальше какие окна существуют, потом что в окне существует, какой функционал и так далее. Получается, в итоге у вас такая большая-большая паутина всех элементов вашего приложения, игры. Вы тем самым можете наглядно увидеть, что можно поделить, разделить, какую часть можно автоматизировать. Вот. И, к примеру, для того, чтобы, ну, войти как-то плавно, я сделал пример на основе игры Матч-3. Потому что в основном все какие-то студии делают Матч-3. Я как-то, мы делали какой-то проект, у нас было немного времени, мы так расслаблены, и мы решили сделать себе Матч-3. И из-за того, что у нас не было полной команды, вот, надо было какие-то процессы действительно там перенести на компьютер, чтобы не делать это руками. Вот. Ну, вот, пример Матч-3, в общем. Значит, идея в том, что программисты, по своей сути, они достаточно ленивые, да, и монотонную работу они не хотят делать в ВК, поэтому они максимально стараются что-то автоматизировать, вот, максимально распараллелить, отдать кому-то какую-то там, не знаю, повторяющиеся действия и так далее. Но когда у вас нет ресурсов, к примеру, чтобы отдать эти действия, вы хотите это сделать так, чтобы это происходило автоматически. Вот. Первое, что мы, как бы, решили, это создать редактор для Матч-3. Есть вот какой-то такой абстрактный редактор. Я его писал там, ну, достаточно быстро, за две недели я написал сам движок, такой, как бы, достаточно несложный для Матч-3, и этот редактор. В общем, основные фичи его, это сделать редактор для левел-дизайнера, для того, чтобы он мог эти фишечки ставить, делать, потом сделать какой-то проигрыватель, который это проиграет, потом для того, чтобы, как говорится, автоматизировать какую-то часть, можно создавать шаблоны и потом уже автоматически генерировать уровни, а также есть анализатор с выводом статистики. Фишка в том, что я написал движок таким образом, что его можно перепроигрывать несколько раз один и тот же уровень, вот, он будет повторяться, и тем самым мой анализатор проигрывает игру вообще всеми возможными вариантами, которые только можно. То есть, опять же, мы возвращаемся к TeamCity или Jenkins, можно настроить, чтобы автоматически при коммите ваша игра тестировалась, и все это происходило дальше. В общем, как тут, а подскажите, у меня на экране ничего нету, как тут приценить? Ну, оно как-то уже перемотано. А где это? Я имею в виду, у меня стрелочка, просто там видео почему-то перемотано уже в конец. Ну, в общем, просто такой небольшой видосик, что конкретно имеется в виду с собой редактор. Он включает в себе все, в принципе, стандартные фишечки, как у всех игр, да, там умение задавать направление, куда падать, что-то выпадало. В общем, это у него есть сразу превьюшка, то есть, вы что-то наделали, ставите на play, смотрите результат, можете вернуть шаг назад, шаг вперед, ускорить, какие-то обилочки. Это все задавалось, там я писал такую XML, где настройки, какие-то фичи точно так же. То есть, максимально адаптировано должно быть под какие-то настройки все. И получается, что можно создавать новые фичи, просто в настройках даже ничего не программируя. Но какие-то совсем уникальные вещи нужно модульно доставлять. В общем, это можно считать несколько отдельных экзешников, которые есть редактор, генератор, анализатор и плеер. Просто конкретно в редактор эти все экзешники как бы подставлены и можно как бы ими пользоваться. Вот в конце был пример, что можно создать любой уровень, шаблон, как я говорил, и потом с генератором его сгенерировать, запустить анализатор. И вот, к примеру, он выдаст, к примеру, сколько шагов можно вообще в принципе проиграть в этом уровне. Он вообще проходимый, непроходимый. Можно среднюю статистику по очкам, какие там фичечки выбиты и так далее. В общем, как это происходит? К примеру, движок сам сделан таким образом, что на вход даются инпуты, то есть ваше передвижение, использование скиллов. Вот, и он в итоге выдает какие-то аутпуты, к примеру, для визуализации. Но визуализацию можно убрать, и тем самым ваша билд-машина, TeamCity, вот с вот этим анализатором может проиграть ваши уровни. То есть и просто в конце получать статистику. То есть если в коде это что-то очень примитивно выглядит, вот так. То есть есть какой-то движок, добавить инпут, сказать проиграть какие-то действия, получить аутпуты, результаты того, чего произошло. К примеру, есть какие-то у нас дизайнеры уровней. Они создают уровень, коммитят это на гид. То есть они приблизительно сами его потыкали, сказали, окей, этот уровень, в принципе, интересный, но они не могут полностью сказать статистику о том, вообще, насколько этот уровень проходим. Потому что они один раз его прошли, да, а второй раз могли не пройти и так далее. Но наша автоматическая система, она может, наш, к примеру, мы используем Jenkins, он автоматически собирает эти уровни и может их проиграть. И в итоге вам выдать статистику. То есть вот эти все данные по этому уровню. Если этот уровень, в принципе, не подходит, его можно либо удалить, либо просто в нем что-то поменять, либо внести какие-то коррективы и так далее. Следующий вариант, это когда левел-дизайнеры, в принципе, создают шаблон и задают параметры, какими же фишечками они хотят этот уровень заполнять. И, возможно, с какими-то там еще плюшечками. Они точно так же его коммитят. Потом ваша автоматизированная сборка прогоняет через генератор. Она генерирует готовый уровень, потом опять же анализируется и получаем статистику по этому уровню. Тем самым мы убрали… Ну, в общем, что в итоге мы получили? Ну, ничего хорошего. Ладно, это была шутка. И в итоге мы получили автоматизацию манки-тестирования. То есть вам не нужно миллион тестировщиков, которые, в принципе, будут этот уровень проходить миллион раз для того, чтобы, в принципе, посмотреть статистику и сложность этого уровня, потому что за вас это сделает анализатор. То есть имеется в виду, что движок построен так, что у него нет какого-то рандома посреди игры. Рандом задается в самом начале, и этот рандом ведется по всей игре. То есть подставив другой рандом, вы немного по-другому это проиграете, но в любом случае вы проиграете одинаково. Тем самым вы что получаете? Вы можете полностью пройти все варианты, все свайпы, которые только вообще возможны. Потом автоматизировать сборку массовых уровней. Вы просто создали шаблоны, оно нагенерировало, выбрало вам большой, например, Excel-документ со статистикой, вы посмотрели на эти уровни, нравится вам, не нравится, что-то подкорректировали, опять запустили. Оно там себе в бэкграунде работает, вы в итоге только получаете результаты. Потом есть такая фишечка, как возможность создать снэпшот. Имеется в виду, вы играете, и у вас что-то произошло. К примеру, там тестировщик нашел баг, либо что-то не понравилось, хочет уточнить. Он просто тыцкает кнопочку, создается снэпшот того, что он делал, отправляет мне, к примеру, либо к какому-то другому разработчику. И я могу, в принципе, взять и проиграть его снэпшот. И если там есть баг, либо какой-то exception, он повторится. Если что-то не нравится, он сможет хотя бы сказать, на каком шаге это все произошло. То есть не нужно догадываться, сказать, вот, если там пойти направо, три раза попрыгать и повернуться, там выскочит какой-то баг. То есть таким образом он по-любому повторится, потому что этот снэпшот повторит абсолютно все его действия. И оно упадет абсолютно на том же месте. Вот. И еще такая фишечка, что когда, в принципе, мы выкатили в продакшн, у пользователя может точно так же, ну, все как бы мы ошибаемся, выскочить какой-то exception, какая-то бажина вылетела, у пользователя оно, к примеру, закрашилось, мы собираем этот снэпшот и отправляем нам на сервер. Мы его разбираем, проигрываем, смотрим проблему, если она действительно есть, мы ее решаем и выкатываем новые исправления. Вот. Потом приведу пример немного другого плана. Я просто взял матч-3, потому что очень много тут, кто, я так понимаю, разрабатывает матч-3. Мы не разрабатываем, но не разрабатываем тоже, но конкретно так получилось, что это на бэкграунде. Мы делали свободное время. Вот. Потом пример по какому-то топ-даун шутер. К примеру, в стиле, я не знаю, игры. Что? Ну, в общем, любое. Я не знаю, Diablo там и так далее. Подобные игры. Значит, мы хотим точно так же что-то автоматизировать, какие-то задачи распределить, какие-то части распараллелить и так далее. Значит, да, мы сразу же подумали, что лучше написать редактор. И вот небольшой пример. Опять что-то, я что-то не понимаю. А, вот. Нашел. Тут почему-то... Зависло, что ли. А, во. В общем, есть такой редактор. Я просто хотел бы на некоторых моментах ставить на паузу. Значит, точно так же, как в Match 3. Это что ж такое? Есть возможность создавать уровни. То есть, в принципе, можно создавать любые. Здесь пример по каким-то таким выровненным потайлам. Хотя, в принципе, это не обязательно. Вот. Значит, как мы, получается, поделили работу? Создали такой небольшой редактор. Тоже где-то заняло неделю-две максимум. Учитывая, что... В общем, у нас было две недели. Мы за две недели написали этот редактор. И за две недели написали небольшой движок, который это все проигрывает. Он у нас написан по принципу Entity Component System. Может, кто-то знает. Единственное, что у нас это своя система. Она тоже основана на структурах. Тоже выравнивается по памяти. Мы не используем какие-то сторонние штуки, потому что вы всегда можете контролировать их. Вы, в принципе, не привязаны к, например, к Unity либо к каким-то сторонним разработчикам. И плюс, получается, наша система, она переносима. То есть, мы можем это задействовать на сервере, на клиенте. Один и тот же код, как библиотеку, получается. Вот. У нас есть точно так же редактор для того, чтобы левел-дизайнеры создавали уровни. У них есть, в принципе, точно так же полная возможность для того, чтобы эти уровни проигрывать. То есть, они сразу могут потестировать их. Типа, все правильно ли они там создали. Выбрать какие-то плюшечки, которые, к примеру, там конкретно под этот уровень подходят. И так далее. Здесь точно так же есть система снэпшота. Есть еще фишка, что такой дебаггер физики. Ну, как бы не физики, а коллизии. Потому что вы что-то стреляете, где-то что-то зашло на препятствие. В общем, тут куча инструментов для того, чтобы левел-дизайнер и гейм-дизайнер мог непосредственно работать и как-то анализировать то, что они делали. Еще такая фишечка, что логику... Мы вначале как бы хотели написать рутсами. Ну, программисты, опять же, ленивые. И хотят эту вещь кому-то либо отдать. Поэтому проще было написать инструмент, который будет даваться вашим левел-дизайнерам, либо даваться вашим гейм-дизайнерам, которые будут настраивать логику. Я написал этот инструмент нодами. Это только превьюшка во время плея. То есть вы можете поставить на паузу вашу игру, посмотреть, что сейчас делает конкретно ваш персонаж. Кстати, конкретно редактор нодов был написан где-то там за два дня. Но это только превьюшка, сам редактор чуть дальше будет видно. Можно точно так же, если вы что-то сделали, откатить на шаг назад, откатить на шаг вперед, точно так же автоматизировать вот эти все процессы. Можно откатить сразу на тысячу шагов вперед, на тысячу шагов назад. Сейчас на видео будет показано, какие инструменты были созданы для гейм-дизайнеров, для того, чтобы они могли в принципе задавать поведение, какую-то логику. В общем, это большой такой настройка всего проекта. Вы просто создаете классы, задаете какими-то атрибутами, а этот редактор, он по рефлексии в принципе выгребается, что можно, если он умеет это редактировать. Он редактирует в принципе что-то похожее, как в Unity. В Unity, единственное, чем удобно иметь отдельный редактор, а не использовать Unity. В Unity пишут разработчики, программисты, они могут что-то закомнить, что-то поломалось. И получается, что много людей зависит от консистенции, к примеру. Редакторы, и плюс вам нужно как-то либо обучить людей, либо понять, что здесь можно тыцкать, а здесь нельзя, тут можно трогать, здесь это нельзя трогать. Вот, а редактор в принципе позволяет вам давать порох хождения очень низкий. Он делает только то, что можно, и получается все остальные ситуации исключают. Я писал этот редактор на VPF, и в принципе очень легко писать любые возможные штучки. Получается, мы редактор отдали левел-дизайнеру, он там за неделю около тысячи уровней наделал, отдали гейм-дизайнеру, который написал кучу поведений, отдал программистам, чтобы они себе тестировали, к примеру, взяли какого-то там персонажа, сделали ему какие-то уникальные фичи, и тестируют их, к примеру, когда разрабатывают что-то новое. Вот, к примеру, тут есть, мы выбрали какого-то персонажа, есть список всех, и кнопурка, на которую вы тыцкаете, и у вас открывается граф поведения. Вот конкретно вот этот граф, я же выписался за два дня, потом просто иногда чуть-чуть что-то подпиливался, подпиливался, поэтому, как бы, не бойтесь, все это писать очень легко, эти всякие редакторы, поэтому вы сами себе упрощаете жизнь. Вы отдаете вот эту часть другим людям, и вы за это уже, как бы, не переживаете. Вам не нужно, к вам не будут приходить, сказать, слушайте, этот моб, он там не так стреляет, не так ходит, и вы должны это как-то запрограммировать. Нет, вы программируете общие части поведения, и потом в конце вы просто проверяете. А когда вы программируете, к примеру, какую-то часть поведения, вы, как программист, можете создать себе уникального какого-то моба, поставить его на сцену, запустить, и посмотреть, что же вы запрограммируете, что, как бы, тоже является очень удобным. Вот, в конечном итоге этот движок сделан по такому же принципу. Вот, для того, чтобы он максимально быстро работал, там внутри, мы, я его писал на C-шайпе, но там куча вещей на unsafe code, то есть доступ к памяти прямой много, вот это выравнивание по памяти, для того, чтобы хорошо в кэш-процессор ложилось, вот, максимально, как бы, ускорить вот эти процессы. Потому что мы знаем, что с оперативной памяти вроде работает все быстро, но все равно каждый доступ к ней притормаживает ваше приложение. Поэтому лучше выставить вашу память линейно, для того, чтобы она линейно попадала в кэш-процессор, сразу выполнялась и в то же время подкачивала вам в кэш новую память. Значит, что мы в итоге получили? Мы получили то, что геймдизайнер сам себе предоставлен, это, как я вам сказал, то есть, что хочу, то творю, тестирую, как хочу, в итоге главное получить результат. Дизайнер уровней имеет хороший инструмент для создания и тестирования уровней. То есть, он сразу создает, смотрит он интересный, неинтересный, проверяет его, может точно так же его сразу проиграть до самого конца, ничего не делая. Программисты занимаются только тем, что мы визуализацию делаем на Unity, занимаемся тем, что визуализируем, делаем какие-то интерфейсы, окошки и визуализация самих вот этих миров, в общем, красивую картинку. Но мы не занимаемся уже программированием логики. Мы единственное, что создаем новые вот эти ноды, которые геймдизайнер приходит и говорит, хочу там, чтобы мышкой окна открывать. Вот мы создаем, чтобы мышкой окна можно было открывать. Окей, потом он приходит, хочу еще какую-то новую уникальную штучечку. И потом эти штучечки он комбинирует и получается какое-то интересное поведение. То есть, в принципе, опять же, мы делаем свои инструменты, потому что мы не зависим от кого-то другого. К примеру, мы могли бы там накачать со SetStore кучу всякого и столкнуться с какими-то проблемами, но лучше создать это все заново. Заново это очень быстро. Просто, возможно, кажется сложно на первый взгляд. Также есть система с напшотом. И интересная фишка, что можно автоматически тестировать, как бы создать юнит-тест целых уровней. То есть, вы создали кучу уровней, написали юнит-тест, который просто берет все ваши уровни и просто их проигрывает до финальной точки. Тем самым, когда собирается сборка, он проиграл ваши все уровни, если какая-то там логика поменялась. И вы сразу видите, к примеру, что на каком-то уровне был exception, и сборка просто-напросто не пойдет дальше. Вы сразу посмотрите, что же вы там накосячили. И последнее, к чему хотел бы перейти, это процедурный мир. То есть, точно так же программисты хотят все максимально автоматизировать. И были такие требования для этого большого мира. То есть, он должен быть большой бесшовный, большое количество разного контента, анимации и добавить, чтобы оно работало быстро. То есть, высокий FPS на устройство. Вот небольшой пример, в принципе, что получилось. То есть, это на мобилочке, здесь очень много объектов. Тут неполное количество объектов, потому что нет игровых объектов. Здесь только как бы декор, какие-то плюшечки-няшечки. В общем, можно считать такой бэкграунд. Это все 3D-шное, здесь нет как бы спрайтов, каких-то подложечек. Он бесшовно очень большой, очень много объектов. И чтобы добиться такого результата, что нам потребовалось? Отказаться от полупрозрачных объектов, в принципе. То есть, на вот этом видосике, вот это море, абсолютно все объекты, они были непрозрачны, опеки. И анлит. То есть, не было никакого освещения. Все освещения, либо какие-то плюшечки, это все писалось шейдером, как бы эмуляция. Потом также анимации эффекты перенести на GPU. Там, ну, на видео достаточно быстро проигрывались, и качество было плохое. Но там все деревья имели анимацию, были птички, они летели, они точно так же, их анимация была полностью сделана на GPU. То есть, изначально нам дали анимацию, к примеру, костную, я ее перегнал на GPU, и это все работает на GPU, и CPU занят только какими-то полезными вещами с логикой. И максимально переиспользовать объекты. Значит, как это все происходило? Значит, есть такой пайплайн, значит, Unity, Houdini, может, кто знает, Unity и итоговая картинка. Значит, в Unity, опять же, был создан такой граф, в конечном итоге вы тыцкаете кнопочку, и происходит все само. Вы хотите что-то поменять, мир, чтобы выглядел по-другому, тыцкаете кнопочку, ваш мир абсолютно меняется другим образом. Изначально, ну, тут ничего не понятно, есть первый граф с картинкой, первая нода. Значит, мы просто рисуем черно-белую картинку, и где мы хотим, чтобы была вода, и где хотим, чтобы были острова. Ну, по нашей задумке. Потом мы берем Houdini, создаем там граф, как это процедурно все создавать, и в итоге мы получаем mesh, который правильно, который правильно имеет UV-развертку, vertex цвета, и материалы правильно назначены. Мы потом просто берем, и это уже используем в рантайме. Значит, потом в этом же графе, как же этот весь мир, в принципе, создать, задекорировать его, населить и так далее. В общем, для этого используются vertex цвета, материальные, материалы, потому что, к примеру, назначенные материалы на песочке, ну, там, зелененькое такое, и мы знаем, что на песочке, ну, в принципе, не на песочке, а на суше мы можем спамить какие-то одни объекты, на воде другие, там, на берегу третьи и так далее. И также у нас генерируется вот этот большой-большой мир, вот это слева, это из вот этих картинок, что изначально я вам показывал, вот этот процедурный, вот этим графом сгенерируется такой большой мир. И вот пример, каким образом, я взял просто маленький кусочек графа, чтобы наглядно показать, каким образом. То есть мы просто настроили и тыцкаем, и у нас каждый раз, к примеру, генерируются новые объекты. И, как я описал, требования, объекты должны быть переиспользованы. Если заметить, тут два объекта вообще одинаковых, даже два по два. Но из-за того, что они подстраиваются под окружающий мир, либо они разворачиваются, вам кажется, что они другие. Тем самым мы, как говорится, не используем вот эти драколы там лишние, это все рисуется практически одной пачкой. Единственное, что выглядит по-другому. То есть выглядит красиво и в то же время мало использует ресурса. Работает на мобильных, даже достаточно слабых, очень много контента, потому что все происходит на GPU максимально. Так. В принципе, вот саму зелененькую травку, которую вы видели, и песочки, они были созданы вот с таких текстурочек. То есть, три первые текстурки. Это травка, потом нойз, по которому вообще создавалась вот эта картиночка, песочек, и мы используем вертекс цвета меша для того, чтобы комбинировать и получить вот такой результат. Все остальное, это просто заданные цвета моря, это просто цвета заданные, адаптированные через вертекс колор, и получаются там красивые такие всякие бирюзовые цветюшки. Все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова